Всем тихой ночи. В недавнем голосовании в комментариях внезапно победило продолжение темы Адастра Пераспера. Этот хаб это собрание текстов на сайте SCP, по сюжету которых фонд в мире сорванного маскарада стал крупнейшей международной технологической компанией, действующей совершенно открыто. Открытый доступ к различным ресурсам и обладание множеством аномальных предметов позволило SCP начать огромную по своим масштабам космическую программу, в результате которой агенты SCP превратились в космонавтов, а зоны фонда в колоссальные космические станции. Так как это вторая часть, мы продолжаем эту историю с 2030 года, когда с одной стороны космические корабли SCP уже достигают планету далеких звезд, а с другой Земля утопает в хаосе. О том, что творится на родной планете человечества, показывает рассказ, следующий за сотрудником SCP, задачей которого является помощь населению в борьбе с забыванием. Дело в том, что по планете ходит меметический феномен, информационный вирус, заставляющий людей массово забывать существенные части своей жизни, а в некоторых случаях и вообще впадать в полную амнезию, а иногда и вообще деградировать до животного состояния. Он же объект SCP-3848, глобально нарушивший условия содержания. Фонд в этой ситуации не сидит без дела, ибо у SCP, как мы знаем, в арсенале есть не только амнезиаки, то есть препараты, заставляющие забывать что-либо, но и мнестики, то есть вещества, заставляющие вспоминать ранее забытое. Теперь агенты фонда открыто помогают населению планеты бороться с эпидемией забвения. На улицах висят плакаты, куда звонить в случае утраты памяти. Это телефон одной из зон SCP. Поначалу для организации все шло неплохо, ведь действенное лекарство есть только у фонда, и это в прошлом тайная организация быстро стала главной опорой и надеждой человечества по всей планете. Вот только SCP-3848 оказался более опасной вещью, чем считали ученые фонда, и распространяется очень быстро. Так что у организации не хватило ни доз мнестиков, ни агентов, чтобы всех вакцинировать. Фонд попытался придумать, как выйти из этой ситуации. То агенты фонда распыляли мнестики в атмосферу, то начинали сотрудничать с Маршал Картер и Дарк, покупая у них устройства для восстановления памяти, которые те изобрели. Но ничего особенно не помогало. Цивилизация на Земле постепенно переставала существовать. Люди забывали то какие-то технические знания, то даже самые основы человеческого общества, превратившись в основном в стадо зверей. В общем, на Земле дела фонда, да и вообще людей не очень-то и хороши. Зато вот космонавты из SCP к тому времени нашли уже множество миров, пригодных для жизни, во многих из которых даже когда-то существовали цивилизации, но были уничтожены различными аномальными явлениями, что несколько тревожно. Для того, чтобы жить и не особенно тревожиться, фонд SCP создает сети из множества космических станций, на которых и существует большая часть выжившего человечества. В этой новой космической жизни организация вовсе использует аномальные технологии. Например, многим людям в голову вживлен чип, обеспечивающий постоянную связь с сетью фонда, ставший по сути местным интернетом, а также позволяющий в случае смерти человека перенести его личность в клона, созданного по технологии исходной с SCP-2000. То есть в каком-то смысле космические люди обрели бессмертие. Также фонд занимается своей обычной деятельностью, то есть все еще собирает объекты, даже несмотря на то, что вся планета Земля теперь один большой аномальный объект. Вот, например, SCP-4887. Это личинка пчелы, которые вместо того, чтобы собственно превращаться в пчелу, паразитируют на людях, постепенно превращая их в монстров. Такое вот существо фонд нашел на оставленной большей части человечества Земле. И учитывая, какие там твари обитают, неудивительно, что все сбежали в космос. Также в космос перебрались аномальные торговцы из Маршал Картер и Дарк, и творят там темные вещи на своих станциях. Дамкит также умудрились создать несколько своих станций, спрятанных в поясе астероидах и других местах, и особенно сильных влияния на задворках Солнечной системы. Дальше Юпитера. На станции, расположенные там, стекаются различные подозрительные личности, и делают всякие дела, запрещенные на территории фонда. Так что в этом мире Мкит нашел себе место в роли такого антифонда. А вот остальные связанные организации практически не упоминаются. По всей видимости, они сгинули на умирающей планете, пучине безумия и забвения. Сам же фонд не оставляет попыток возродить обычную планетарную цивилизацию. На Венере были созданы летающие города, парящие в верхних слоях атмосферы. На Луне внезапно обосновались корейцы. Они построили практически единственное крупное поселение людей, независимое от фонда, под названием Новый Сеул. Марс был захвачен планетарной временной аномалией, изменившей состояние планеты на такое, какой она была миллионы лет назад, что позволило ее относительно легко колонизировать. Этим занялись люди из фонда SCP. Но видимо, что хорошо для маленьких зон содержания и космических станций. Плохо для всей планеты. Бюрократы фонда превратили всю планету в бюрократический ад, в тоталитарное супер государство, которое не породило ничего кроме нищеты. Позже фонд создал более приятные для жизни колонии на Луне Юпитера Калиста. Но об этом информации практически нет. Жизнь и приключения агентов фонда, да и вообще людей в этом мире открытого космоса, описывается в серии рассказов из шести глав под названием Автономия, который возможно когда-то будет переведен и прочитан на этом канале, но может и нет. С переводом Адастра, кстати, вообще как-то туго, потому что буквально ни один текст, упомянутый в этом видео, на сегодня не переведен. И все, что я тут говорю, я вычитал на английском SCP. Так или иначе, движемся дальше по сюжету хаба. А там, на одной из станций фонда, летающей где-то около планеты Нептун, ученые фонда наблюдают явление, которое получат впоследствии номер SCP-3417. В результате наблюдения за космической пустотой, в ней было найдено очередное гигантское существо, живущее в открытом космосе и спускающее радиосигналы. Радиосигналы эти удалось расшифровать, и они оказались на артатанском языке. Так что да, тут хаб Адастра снова соединяется с хабом по второму хитоту, про который уже было отдельное видео. Главное, что язык этого межзвездного монстра оказался фонду знаком, а значит его можно допросить, а это дело фонд очень любит. В результате оказалось, что SCP-3417 был создан древними инопланетянами артатанцами, с целью поиска нового дома для их расы, а также для сохранения и распространения древних легенд этого народа. После интервью космический корабль фонда, управляемый искусственным интеллектом, повел себя незапланированным образом, устроил бунт, и вместо того, чтобы вернуться, улетел куда-то в другую часть вселенной. С чем же это связано, возможно, с влиянием древнего космического существа, а может быть с тем маленьким эпизодом из первого видео, где фондовский искусственный интеллект начал проявлять самостоятельность. В общем, тут происходит еще одно ответвление из трех рассказов про исследование фондом галактики, где питают артатанцы. Пока что после трех рассказов, наполненных приключениями космонавтов фонда в чужом мире, написано «Тубикантинит», так что автор свою историю еще не закончил. Вообще, если мир Адастра происходит из мира сорванного маскарада, значит, об аномальных объектах должны знать все. И это показано в SCP-5471. Там обсерватория в лунной станции Новый Сеул публикует отчет о новой аномалии, области космоса, при наблюдении которой в разум смотрящего внедряется информация, связанная с артатанскими культами. После этой публикации феноменом занялся фонд. Произошло это в 2056 году, и к тому моменту на сцену вышла еще одна сила. Сектанты, поклоняющиеся упомянутым пришельцам, теперь фонд борется за контроль над аномальными предметами в основном с ними. Таков хаб Адастра Пераспера, из которого можно узнать, как фонд SCP колонизирует космос в не таком уж далеком будущем. Хаб, в котором не очень много объектов, зато есть целые ветви рассказов. Хотя, на удивление, в китайском SCP к этому хабу большое внимание. Там к нему относятся пять объектов. И как обычно, пишите в комментариях, какую еще тему из мира SCP мы не обсуждали, за что будет больше комментариев, а там и будет следующее подобное видео. Всем пока!